Которые разворачивались в Москве, это рак на Дубровке в октябре 2002 года. По официальным данным унес жизни 130 человек. Расследование ввели несколько лет, прекращали, а в этом году возобновили. На какие вопросы до сих пор не может ответить следствие? Об этом расскажет мой коллега Родион Маринчев. Спасибо, Маша. Но вот как раз в эти минуты 24 октября 2002 к захваченному зданию театрального центра на Дубровке уже приехали правозащитники, представители Красного Креста, деятели культуры и видные политики. Но вот особенно скрупулезно журналисты освещали тот эпизод, когда внутрь вошли певец Иосиф Кобзон, бывший тогда уже депутатом Госдумы, и думский вице-спикер Ирина Хакамада. Они провели в здании полчаса и вот в эти минуты уже выходили. Но, собственно, за это время им удалось договориться с террористами о серьезной уступке. Они все были готовы, террористы, отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров. Правда, договоренность так и осталась невыполненной. Кадыров действительно приезжал к театральному центру, однако выйти на связь с террористами даже не пытался, заявив, что не состоит ни в какой связи с бандитами. Более того, он предложил отправить на штурм здания 130 бойцов чеченского ОМОНа, чтобы таким образом освободить заложников. Ну, словом, 24 октября 2002-го все внимание мировых СМИ приковано было именно к Москве. Телевидение освещало буквально каждый шаг спецслужб, и, собственно, представители спецслужб утверждали, что это сильно мешает им работать. Именно после теракта на Дубровке как раз были приняты поправки, которые ограничили свободу СМИ, в частности, запретили показывать некоторые стадии спецоперации, а их участникам общаться с журналистами. Вот телекомпания «Московия» на некоторое время вообще прекратила вещание, а потом, правда, им снова разрешили вещать. Но вот теперь, 9 лет спустя, до сих пор не ясны некоторые ключевые детали той операции. Например, свойства газа, который применяли для того, чтобы обезвредить террористов, но при этом пострадали и заложники, некоторые до сих пор очищают его воздействие. И вот тогда в Минздраве отказались обнародовать состав газа, собственно, ограничились лишь заявлениями о том, что он не опасен. Ну, а в 2007 году расследование теракта прекратили, в этом году возобновили опять. И вот, как объясняет этот факт адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших. Идет розыск тех, кто скрылся в месте совершения преступления. Идет розыск очевидцев этого преступления. И определенный ряд процессуальных действий предусмотрен. Я так думаю, что, конечно, результаты вряд ли ожидают нас веселые. И, скорее всего, это делается не к тому, чтобы вытянуть сроки решения европейского суда, потому что европейский суд нам ответил, что решение будет принято до конца этого года. Ну, вот во время штурма был уничтожен главарь банды, захвативший театральный центр Мафсар Бараев. Вместе с ним большинство боевиков в общей сложности обезврежены 50 человек. По крайней мере, это официальные данные. Информация о том, что троим или четверым бандитам удалось сбежать, появилась уже позже. Причем им удалось унести с собой технику, с помощью которой они выходили в интернет. Но, на самом деле, вот их поиски могут как раз занять еще годы. Спасибо, Родион. Мой коллега Родион Мариничев.